Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Зачем жить в городе, когда в селе есть свет, газ, вода? Еще цифровое телевидение, широкополосный интернет, сотовая связь и другие блага цивилизации. Между тем, жители многих населенных пунктов республики поднимают вопрос отсутствия банкомата в аулах. Пенсию получают на карточке, а чтобы снять деньги, надо ехать в районный центр. На камеру никто не работал, никаких постановок не было. Канал «Культура» завершил съемки документального фильма о народах России, а именно о вавазинах республики. У нас будет оснащен кабинет, где будет проходить соревнования. Для создания целой команды киберспортсменов создан проект «Киберспорт. Не игрушки». Почти в половине регионов России заняты более 83% койк для больных ковид. Об этом сообщила сегодня на совещании вице-премьер Татьяна Голикова. Загруженность свыше среднероссийского отмечалась в 41 регионе. По словам Голиковой, наиболее критичная ситуация складывалась в 17 регионах. Статистический показатель распространения инфекции превышен на сегодняшний день в 35 регионах страны. И вести из оперштаба республики. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 10 577. Из них 6 392 человека выздоровели, 930 – госпитализированы. Создание условий для устойчивого развития регионов является одной из важнейших задач государственной политики. Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, экономическим, историко-культурным потенциалом. При рациональном их использовании можно обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокий уровень и качество жизни сельского населения. Какие шаги в этом направлении предприняты в селе Николаевском Прикубанского района, из первых уст узнавал Мурад Жангёзов. У порога администрации нас встретил глава поселения Хасан Урусов. Он и будет нашим гидом. О достижениях и проблемах он говорит, увлечённый сознанием дела. И первый вопрос – сколько человек проживает в трёх населённых пунктах – Пристань, Привольная и Николаевская, входящих в состав Николаевского сельского поселения? На данный момент общая численность населения где-то 3200-300 человек, вот так примерно. Вот весной буквально будет перебись населения, уже будут более точные данные населения. А так, общий национальный состав у нас большинство жителей – это карачаевцы, потом есть русские, есть белорусы. Сегодня Николаевское сельское поселение, как и другие муниципалитеты Карачаева-Черкесии, активно участвуют в федеральных и региональных программах по повышению качества жизни на селе. Буквально два года назад мы включились в программу по благоустройству села комфортной среды. И мы там построили село Николаевское детскую площадку. А в этом году, с прошлого года, тоже вошли в программу, строим детскую спортивную площадку размером 30 на 60. И вот сейчас уже в стадии завершения. И на следующий год, я думаю, если у нас получится, я хочу включиться в программу. Еще у меня же два села, чтобы селе Пристань и селе Привольном тоже построили хотя бы спортивные площадки и зону отдыха. По словам Хасана Урусова, в трех населенных пунктах проблем с подачей электричества, газа и воды нет. В плановом порядке меняют отслужившие свой срок опоры линий электропередач на новые в удовлетворительном состоянии газоснабжения сел. Насчет воды, вот единственная будет проблема по замене водопроводных труб. Так как они уже старые, ветхие, я думаю, сейчас будем стараться тоже включиться в программу. Вот есть же программа, чистая вода там, вот федеральные, включиться и постараться хотя бы понемногу заменить эту трубу. В мае этого года поселение заключило договор на вывоз твердокоммунальных отходов, благодаря чему стихийная свалка мусора на окраине села, годами отравлявшая почву и воздух, быстро исчезает. Сегодня активно вошли в жизнь сельчан современные телекоммуникации, цифровое телевидение, широкополосный интернет и качественная сотовая связь. А самым главным пожеланием на будущее глава поселения назвал строительство детского сада. Мы все нуждаемся в строительстве детского сада для трех сел, так как у нас демографические показатели выросли. И вот у нас мы стараемся как-то размещать на своих детишек в селе Знамике. Ну так как уже пророс большой и нам тоже очень много нуждаемся в строительстве детского сада. Современная жизнь на селе диктует и новые условия. Селяне, как и городские жители, получают зарплату и пенсию на карточке. А вот где снять деньги – это уже проблема. Например, жители южной части Дагихабльского района сетуют на то, что им надо преодолевать 40-60 километров, чтобы воспользоваться банкоматом. Большая часть населения – пенсионеры, и практически все получают пенсию на карточку. Да и в бюджетных организациях сотрудники также используют пластиковые карты. Данная проблема существует не первый год. Около 10 лет мы ходатайствуем, просим Сбербанк, чтобы на территории таких населённых пунктов, как Вокужиле, Староковинск, Тапанта, Абазахабль, Грушка, Малоабазинск, Новоковинск, Эрсакон, Жураки, Дубянск, Апсуа, Спарта, чтобы во всех этих аулах нет банкомата. У всех карточки спербанковские, и у пенсионеров, и у госслужащих, и у учителей, ну у всех, у всех. В отделение пенсионного фонда часто поступают обращения граждан о формировании накопительной части пенсии. Большинство граждан не знают, где формируются средства пенсионных накоплений, какова их сумма и производились ли отчисления работодателям на их накопительную часть. Всю эту информацию пользователи интернета могут получить самостоятельно. Для этого необходимо иметь учётную запись на портале госуслуг и уточнить, в какой организации формируются пенсионные накопления и какова их общая сумма. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом гражданина на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации либо в мобильном приложении Пенсионного фонда России, которое позволит с ещё большей лёгкостью получить данную информацию. Для входа нужно использовать учётную запись портала государственных услуг. Далее в разделе управления средствами пенсионных накоплений необходимо найти информацию о страховщике по формированию пенсионных накоплений. Эту информацию можно проверить, запросив извещение из индивидуального лицевого счёта на портале государственных услуг, а также получить лично в клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью минус 2-7, днём 5-10 выше нуля. В Черкесии переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью минус 2-4, днём 7-9 градусов тепла. Всё, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В Карачаево-Черкесии завершились съёмки документального фильма о народах России. В его работе участвовала съёмочная группа продюсера и телеведущего программы «Россия. Любовь моя Пьера Браше» на канале «Культура». Чем привлекла его наша республика, расскажет Ольга Савенко. Съёмочная группа «Пьера Браше» работала над документальными фильмами о народах России. Это проект Федерального агентства по делам национальности. До конца года планируется снять шесть фильмов. «Осета», «Абазинах», «Бесармянах», «Бурятах», «Русских» и «Мордве». Над каждым работает отдельная команда. В группе Анны Моисеенко выпало снимать «Абазин». Она работала в течение двух недель практически без выходных. Здесь огромное количество сюжетов и невероятных героев, которых было интересно снимать, поэтому просто мы не могли остановиться. Мы начинали очень рано, заканчивали очень поздно, и у нас не было никаких выходных. За две недели съёмочная группа объехала все абазинские аулы. Побывала у фирмера Дормилова в Старокувинске. Узнала у мастера Зору Батакушенова, чем отличаются абазинские ножи. Совершила конный переход в Красном Востоке. Работы над проектом создатели фильма преследовали определённую цель. Не повторять общедоступную информацию, а показать абазин через их повседневную жизнь. Интересных героев, которые в разных формах проявляют свою национальную идентичность. Мы ходили в конный поход. Огромное было впечатление. Это как раз конный поход. Мы ночевали в бурках, в горах вместе с всадниками. Было очень интересно. Мы жили в доме, в семье фермера. Тоже несколько дней там провели, наблюдали за бытом. Снимали это не постановочные какие-то вещи, а жизнь так, как она есть. Как абазины живут на самом деле. Это считайте, что реалити-шоу, можно если это назвать, не знаю. То есть вы живёте своей жизнью, вы разговариваете, и за вами будет камера. Она просто снимает всё, что вы делаете. То есть на камеру никто не работал, никаких постановок не было. Конечно, съёмочную группу покорили красота окружающей природы, гостеприимство и бесхитрость местных жителей. Удивила их и национальная кухня. Но больше всего поразила настойчивость, с которой абазины, этот малочисленный народ, пытаются сохранить свою культуру, свою самоидентичность. Мы заметили очень много каких-то традиций, которые всё ещё сохраняются и передаются из поколения в поколение. Это нам было очень интересно, что есть какие-то правила, многие из которых для нас не были заранее понятны. И даже во время застолья какие-то существуют правила, кто когда говорит тост, кто когда должен встать или сесть. И мы постепенно это всё осваивали. И вот, мне кажется, к сегодняшнему дню уже поняли, когда нужно встать, когда нужно сесть, когда нужно говорить или молчать. Премьера документовная фильма о народах России состоится в следующем году. Как пообещали создатели проекта, первыми зрителями фильма о бабазинах станут жители Карачаево-Черкесии. Киберспорт вошёл в нашу жизнь. В России он признан официальным видом спорта. В командном или индивидуальном соревнованиях участвуют многие и зарабатывают немалые деньги. Для создания целой команды киберспортсменов был создан проект «Киберспорт. Не игрушки». Аслан Гирюгов продолжит тему. Проект «Киберспорт. Не игрушки» победил на Всероссийском слёте национальных лек студенческих клубов в Казани и направлен на его популяризацию в республике. Для многих людей остался стереотип, что это всего лишь пустая трата времени. Но если обратиться к статистике, то можно увидеть, что многие профессиональные игроки начинают зарабатывать от 2000 долларов в месяц, а самые-самые побеждают в турнирах, где призовые фонды доходят до нескольких миллионов. Руководитель проекта Роберт Баскаев с помощью своего проекта хочет обучить хорошие команды в нескольких киберспортивных дисциплинах, чтобы в будущем они могли участвовать во всероссийских турнирах и соревнованиях и развивать свои навыки за пределами нашей республики. Задача такая, чтобы собрать 20 команд из Корчевской республики. Там будет 9 школьных команд, 10 университетских команд, и одна команда у нас будет из Министерства спорта, туризма и молодежной политики. То есть, чтобы все слои так затронуты от 14 до 30. Мы проведем турнир по четырем дисциплинам. По итогу у нас будет 4 чемпиона в каждой игре своей. У нас будет в команде 12 игроков, 2 резервных, 10 основных. По мнению руководителя проекта, существует несколько проблем. Хорошие игроки не могут развивать свои навыки, так как играют только в местных турнирах с одними и теми же участниками. Другие считают, что не смогут добиться в этом направлении успеха, или же считают его несерьезным. Помимо этого, уровень проводимых в нашей республике турниров не дотягивает до профессионального и зачастую проводится за счет участников. А данный проект поможет игрокам из нашей республики попасть в федеральную киберспортивную лигу. У нас будет оснащен кабинет, класс игровой, где будут проходить соревнования. То есть человек не может находиться там где-то в Москве или где-то у нас в регионе, но не приехав к нам, чтобы играть по сети, потому что это будет нечестно. Мы не знаем, кто сидит за компьютером, мы не знаем, какие у него там технические оснащения. У нас у всех будут одинаковые варианты. Проекторы, плейстейшены, мобильные устройства и компьютеры. После реализации данный проект будет поддерживаться руководством нашей республики, чтобы в дальнейшем направление киберспорта развивалось и проводилось как можно больше турниров и соревнований. Аслан Гирюгов, Роберт Джугуданов, Вести, Карачаево, Черкесия. Синяя птица возвращается в новом формате. Вся власть юным талантам. Неофициальный лозунг нового сезона. Каждому участнику дается дополнительное время, чтобы поразить зрителя. Чем больше судей дадут участнику дополнительные секунды, тем больше у него времени на сцене. К жюри конкурса в этом году присоединился Дима Билан и музыканты, работающие в новых интересных жанрах. Новый сезон всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» стартует на телеканале «Россия» 22 ноября в 18.15. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. А прямо сейчас продолжение фильма «Бомба». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова